Друзья, всем привет! С вами Алина и вы на канале Мама Шила Малышу. В этом видео я покажу, как быстро и просто самостоятельно изготовить косую бейку. Потом ее можно использовать для обработки швов, декора одежды или, например, как здесь, для махрового полотенца. Задача хлопковую ткань разметить на полоске под углом 45 градусов к долевой нити. Я провожу линию параллельно к кромке, фиксирую значение, у меня 33,5. И точно такое же значение откладываю перпендикулярно проведенной линии. Ориентируйтесь именно на линию и старайтесь выдержать прямой угол. Не ориентируйтесь на край ткани, он может быть смещен. Теперь соединяем точки таким образом, чтобы получилась линия, которая проходит точно под углом 45 градусов к долевой нити. Размечаем косую бейку. Моя бейка в заготовке будет 2,5 см. Это довольно тоненькая бейка, и, честно говоря, работать с такой будет непросто. Зато в готовом виде она будет выглядеть аккуратней. Если вы шьете первый раз, я советую бейку шире, 30, 35 или даже 40 мм. Итак, от линии делал отметки на расстоянии 2,5 см, также в другую сторону. Теперь можно для удобства воспользоваться угольником и провести новые линии, разметив ткань на длинные полоски. Таким образом размечаем хлопковую ткань под косую бейку. Как все разметили, раскраиваем полоски. Старайтесь, чтобы они все были одинаковой ширины. Вот таким образом выглядят заготовки для косой бейки. Конечно, чем длиннее каждая из этих полосок, тем меньше будет участков стыка у косой бейки. Теперь задача совместить полоски в единую длинную полосу. Смотрите, как это делается. Берем две полоски, уголок здесь срезан под углом 45 градусов. И затем накладываем их друг на друга. Причем накладываем не один на один совмещая уголки, а немного их смещаем. И в этом положении скалываем. Теперь необходимо проложить строчку точно из уголка в уголок, пониже среза, совмещая две полоски бейки. Не забываем про закрепки в начале и в конце. Шовчик приутюживаем сверху, а затем полоски раскладываем в разные стороны, припуски на швы раздвигаем. В этом положении фиксируем утюгом с паром. Края подрезаем. Убираем лишние ниточки. Взгляните, получается, что с лицевой стороны полоска неизменной ширины. Постарайтесь, чтобы на этом участке не было перепада. И вот таким образом собираем все полоски в одну длинную-длинную косую бейку. При помощи устройства для бейки я заутюжу ее длинные края в сторону центра. Такие мини-гаджеты продаются в швейных магазинах для бейка различной ширины. Продеваем бейку через широкое отверстие и на выходе видим, что длинные края складываются по направлению к центру. Теперь наша задача заутюжить ее в таком положении. Иголочкой фиксируем в гладильной доске. Продвигаем устройство для формирования бейки. Аккуратно складываем ее и в этом положении на выходе фиксируем. И так по всей длине. Если у вас устройства для бейки нет, то тут придется аккуратно поработать вручную. Сначала заутюжить бейку вдоль, сложив по центру. Затем расправить и направить длинные срезы в сторону к центру. Вот и все. Бейка на этом готова. Жмите пальчик вверх, если вам понравилось это видео. И не забывайте подписаться на канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok